Урбан. Программа о городских проектах. 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 идею, которая несколько десятилетий уже витает и снова сейчас была озвучена нашим сети-менеджером Ильей Шульгиным о цепочке оврагов засора, раз уж мы говорим о переходах без пересечения транспортных магистралей, не для всех, конечно, нуж, но для многих нуж вот такая система, которая была бы по транспортным магистралям построена и выводила бы на набережную, была бы, конечно, уникальной и очень полезной. Но остановки — это тоже транспортная система и тоже с парковками и остановками связана. Светофоры, переходы, газоны, это тротуары, это всё вот туда, но мы сейчас об этом говорить вот в данную секунду не будем, потому что это вот надо, когда Альберт Гуд на следующий раз к нам придёт, мы соберёмся, чтобы вот подробнее расспросить, а где у нас будет улица односторонняя, а знаки, знаков не хватает элементарно в городе. Но сейчас у нас задача разобраться, а что в микрорайонах и что в жилых там кварталах, что у нас со дворами, потому что, ребят, ну это, конечно, классно, что ППМИ, например, а потом ещё другие программы дали возможность жителям насыпать щебень, ставить шлагбаум и делать себе парковки, убирать, значит, детские площадки или прямо с детской площадкой делать парковку, считая, что это правильно на огромное количество автомобилей. Прекрасное зонирование дворов у нас, когда площадка детская посередине, вокруг или по периметру её поясывает дорога, и потом все удивляются, почему дети побегают на дорогу, потому что они бегут к своей площадке. Понимаете, вот эта вся история сейчас приобретает особую актуальность. Для машин мы нашли способ, как их на ровное место, сухое поставить. Правильно ли это? В правильном направлении движемся или нет? Вот мы сейчас это будем обсуждать. 211-101, номер телефона прямого эфира. А сейчас мы послушаем, что по этому поводу думают ведущие застройщики Российской Федерации. Это не кировский застройщик, по-моему, вы меня поправите, но в Кирове он не строит вообще ничего, компания ПИК. В Кирове нет? Нет проектов. Максимальная застройка – это в Москве, и это такой тренд-мейкер на рынке строительства. Послушаем, что они говорят об организации парковочных пространств в их микрорайонах. Тенденция меняется на строительном рынке, и какие-то строительные компании применяют новые тренды, а по примеру, европейских, американских стран. Какие-то плетутся все еще в хвосте, но очевидно, что перед веки производства на строительном рынке применяют уже новые технологии и строят свои микрорайоны по-другому. Что сделал ПИК, который является лидером на рынке, и у него совершенно новые интересные микрорайоны появляются, когда вы начали работу над новыми концепциями? Да, давайте я сейчас вам все расскажу. В 2015 году мы разработали и утвердили внутри компании концепцию строительства, которая у нас называется ПИК-стандарт. В соответствии с этой концепцией возводятся абсолютно все проекты компании. И таким образом наши покупатели могут быть всегда уверены, что они получают одинаково высокое качество проекта в любом регионе России. В понятие качества жилья сегодня мы в компании закладываем массу факторов. Сюда входит и транспортная доступность, и разнообразие инфраструктуры, и благоустройство. И на первый план выходит не просто качественное строительство, это сейчас в условиях высокой конкуренции предлагают уже все. Мы предлагаем создание комфортной среды для жизни. Конечно же, интересы автолюбителей и организация парковочных мест это неотъемлемая атрибута этой среды, потому что машин сейчас есть у каждого. В этой проекте группа компании ПИК построена по квартальному типу. Это комфортно и безопасно. Пространство для жизни комфортное и безопасное. С учетом этого парковочные места и объекты инфраструктуры мы выносим за пределы дворов, чтобы во дворе автомобиля не было. Это неудобно, шумно, загазованность. И таким образом мы реализуем концепцию двор без машин. Пространство свободное от автомобилей, там устроены детские спортивные площадки, мини-парки, зоны для отдыха пожилых людей. Заехать во двор могут только специальные машины. Это машины скорой помощи, пожарная техника, другой транспорт, экстренных служб. И во дворах мы используем социально-дорожное покрытие, которое на трассе Калмин. Как бы успокоенный трассик. Это используется на Западе и мы внедряем это у себя. Эти специальные дорожные неровности снижают скорость автомобиля до 20 км в час. Мы делаем движение вне домов абсолютно безопасно. И этот подход увеличивает уровень безопасности. Родители не волнуются за играющих детей. Люди старшего возраста передвигаются без спешки. Молодым мамам с колясками нечего бояться. Все входы в магазины и в предприятия сферы услуг, которые у нас расположены по внешнему периметру домов, они оборудованы парковочными местами. Машины тех, кто припарковался рядом и зашел за покупками, не мешают жителям. Интересы владельцев, что важно, ни в коем случае не ущемляются. Потому что все наши проекты мы обеспечиваем парковочными местами в соответствии с существующими нормативами. Мы возводим паркинги около всех домов в трех видах, в удобной близости от дома. Плоскостные наземные паркинги, наземные многоэтажные паркинги и, конечно, подземные. Стоит отметить, что машинные места в ПИК можно купить онлайн. Это наше особое предложение, которого нет еще пока ни у одного из застройщиков. Все ли автомобилисты получают возможность припарковать свой автомобиль? Существует ли какая-то очередь? Все ли они платные или есть бесплатные парковочные места? Абсолютно все, кто хочет приобрести парковочное место в многоэтажных или подземных паркингах. Они имеют возможность это сделать. Мы устраиваем наши паркинги так, чтобы мы просчитываем, чтобы количество квартир соответствовало к примерному количеству машин. Все остальное у нас делается по городским нормативам. То есть есть возможность поставить машины рядом с домом, есть возможность поставить на городские парковки, которые в Москве, например, часть из них платная. И в соответствии с теми нормативами, которые существуют у города. Не очень давно, во время Московского урбанистического форума, я побывала в микрорайоне Бунинские луга. Это интересный микрорайон. В Кирове нет такой практики пока. Замечательные совершенно, действительно замкнутые дворы с бабочками летающими там внутри и детьми порхающими. Я видела, что между домами, вот как раз есть вот эти между дворами, есть как раз вот эти просветы для парковки и для проезда. Но я вижу, что микрорайон еще только заселяется. И возможно, что машин станет больше. Предусмотрели ли вы строительство какой-то еще отдельной парковки, кроме вот возможности парковаться на этих улицах между дворами? Да, у нас везде в наших микрорайонах предусматривается строительство и подземных, и плоскостных многоэтажных парковок. То есть еще отдельная парковка, она возводится где-то, чтобы если увеличивается количество машин, можно было бы машину поставить? Да, у нас есть специальная система в компании, которая просчитывает запрос населения. Мы видим, сколько людей приходит, обращаются с вопросами по парковке. Если мы чувствуем, что на проекте она нужна, она возводится. Благодарю, большое спасибо за комментарии. Вам большое спасибо. Компания Пик-Эфири. Надо сказать, что это была запись. Мы записывали сегодня утром, поэтому там Светлана Занькова сейчас разными голосами говорит. Но мы прервемся на полминуты и обсудим эти практики, посмотрим, а что в Кирове происходит. Урбан. Программа о городских проектах. Городское парковочное пространство Кирова, что есть и что будет, какие тренды уже намечаются, что другие города делают и к чему приходим мы. Мы сейчас говорим о дворовых пространствах, о квартальных пространствах. Мы все живем в каких-то домах, в каких-то дворах. У каждого свои там парковки какие-то. Кому-то не хватает, кому-то хватает. Но вот мы сейчас выслушали опыт компании Пик Московской, вот то, что рассказывала нам сейчас Татьяна, представитель компании Пик, это вот тенденция последних трех лет. Раньше этого не было вообще. Поэтому я вот сейчас, конечно, хочу Павла Шахалеева спросить, знаете ли вы этот опыт, насколько он в Кирове вообще применим и где мы сейчас находимся? Ну, безусловно, этот опыт мы изучаем. Уже на протяжении двух лет, трех, наверное, действуют действительно те тренды, о которых говорит представитель компании Пик. Это и по закрытым дворам, и парковочным местам. Я хочу немножко как бы в другую сторону уйти от этого, сказав о том, о чем не прозвучало. То есть, допустим, у нас в Кирове человек, когда приобретает новую квартиру, он для себя мысленно приобретает и парковку уже во дворе бесплатную, и там детскую площадку, еще какие-то... То есть, ему кажется, что это само собой разумеется, прилагается. Да, это само собой разумеющееся. В Москве совершенно иной тренд. Приведу личный пример. Другую компанию, которая застраивает центр Москвы, хороший проект, очень реализует компания «Донстрой». Приезжаем в жилой комплекс, где квартира стоит порядка 500 тысяч за квадратный метр. То есть, ну, стоимость средней квартиры порядка, там, допустим, 80-100 миллионов рублей составляет. Мы выходим во двор, красивый двор, закрытый, как уже прозвучало в соответствии с трендами. То есть, там, ну, как бы машины нельзя парковать. Вот, все, посмотрели. Я спрашиваю специалиста, вот подскажите, пожалуйста, а вот я куплю сейчас у вас квартиру, где я буду машину парковать? Он говорит, ну, вы будете покупать у нас машины, места на подземной парковке? Я говорю, погодите, а если я не куплю, где я ее буду ставить? Ну, я, говорит, не знаю. То есть, ответ кроется в самом, как бы, смысле и подходит. Это, во-первых, менталитет, то, что ты должен купить не просто какое-то машиноместо, где ты там ищешь какую-то машину, ну, еще что-то. Раз вы приобретаете квартиру в хорошем жилом комплексе, в хорошем микрорайоне, вы автоматически должны купить машины-места. Но для Кирова это неприемлемо, я уверяю. Если бы мы своим клиентам ответили именно так, у нас бы никто не купил квартиры. При том, что, допустим, сейчас... Это в данный момент. Да, в данный момент. Ведь москвичи раньше тоже так думали. Да, тоже так же так думали. Но вот мы сейчас застраиваем, если квартал Орловская-Ленина-Воровского, самый центр города, там, средняя цена квадратного метра, я считаю, что одна из самых высоких по городу, достаточно высокий спрос. Но я вам могу сказать, каждый второй человек, он не приобретает машиноместа на подземном паркинге, хотя они у нас есть. То есть каждый второй это еще очень хорошо. То есть, ну, люди каким образом говорят, у вас машиноместа на территории предусмотрены? Мы говорим, ну да, предусмотрено определенное количество мест. Мы, безусловно, стараемся обеспечить, чтобы они находились на территории машиноместа и бесплатные. Но если бы мы выстраивали свою позицию от того, что у нас закрытый двор, вот у нас подземный паркинг, на подземном паркинге машиноместа на квартиру предусмотрено, достаточно большое количество машиномест, приобретайте. Люди бы негативно к этому отнеслись, и это бы сказалось на спросе. В Москве такого нет. Павел, а если сразу заложить цену на парковку в стоимости жилья и продавать, ну, повыше, но сразу с парковкой? Ну, тогда будет нерыночная эта цена. Да, здесь ведь вы понимаете, вот... Это Андрей Бережин сейчас прокомментировал. Да, открою сейчас внутреннюю кухню такую небольшую, как у нас с Кирой застройщики мыслили и мыслят в текущем режиме, касаемых строительства подземных паркингов на своих территориях и в своих жилых комплексах. Если, допустим, порядка 5-7 лет назад, ввиду того, что земельные участки не позволяли размещать машиноместа, застройщику приходилось строить, приходилось именно подземный паркинг, он был всегда нерентабелен. То есть себестоимость строительства подземной парковки, она была выше, чем стоимость всех проданных машиномест, потому что рыночная их стоимость, ну, в каких-то районах где-то 500 тысяч, где-то 400. Я могу сказать, что рентабелен паркинг при стоимости машиноместа от 750 до 800, ну, примерно до 900 тысяч за одно машиноместо. Вот представьте, кто будет, например, в Юго-Западе или в каких-нибудь районах отдаленных покупать машиноместа в подземном паркинге. Что же делать? Ну, здесь уже, соответственно, понятно, что существуют машиноместа, которые бесплатные, которые располагаются на земельном участке, но я сейчас говорю про большей части центральную часть города. Ну, тогда люди просто паркуются на улице. Я сейчас сказал о том, что было 5 лет назад. Сейчас, в принципе, уже культура потихонечку приходит вот эта. То есть мы же приобретаем не просто, скажем так, машиноместа, мы приобретаем уровень комфортного своего проживания. То есть когда ты приходишь зимой, у тебя машина всегда стоит в тепле, не надо ее там не прогревать, ничего. То есть люди уже готовы за этот комфорт платить. И, по крайней мере, в центре я могу сказать, что все парковки, которые строятся и которые, допустим, сейчас мы строим, они на текущий момент востребованы. И вот мы сейчас практически, продав, допустим, 30% квартир, в доме еще 70% не продали, мы практически распродали первый паркинг. То есть, соответственно, получаем... Как вы смогли это сделать? Ну, каждый человек практически, вот сейчас, который приобретает квартиру, ну, каждый второй, он приобретает на свою квартиру два машиноместа. Как вы их убеждаете, чтобы они приобретали? Ну, они идут в сторону комфортного пребывания. Ну, в среднем от 850 до миллионов. Вот я смотрю, просто недавно разговаривали с Денисом Крутихиным, как раз, про Алла и Паруса. Трехсекционный 24-этажный дом. Огромное количество квартир там есть, да, небольшого габарита квартиры. И на все это здание 142 парковочных места под землей. Стоят они по миллиону, как Денис Леонидович озвучил, и народ не спешит. Покупая маленькую 1-2-комнатную квартиру, покупать миллионное место в центре города. Вопрос, где все будут парковаться. Хороший? У нас зачастую люди, приобретая квартиру, об этом не думают. Вообще это очень зря, я считаю. То есть, вообще, когда человек планирует покупку на длительный период своей жизни, тем более такую масштабную, как квартира, надо оценивать абсолютно все факторы, которые связаны с недвижимостью, которую он приобретает. То есть, и машиноместа, детские площадки. Ну, то есть, машиноместа – это первое, о чем должен озаботиться человек, который приобретает квартиру. А не бегать потом, и не разводить руками, и не пытаться припарковать ее в соседнем дворе. Но пока у нас нет никаких правил, которые заставят человека это делать. Только собственное ощущение комфорта его заставляет это делать. Безусловно. То есть, цена на квартиру или еще какие-то иные факторы, только не прямой фактор именно удобства, за которое действительно нужно платить. Давайте мы сейчас тогда Нью-Йорк послушаем. Вот они как раз дают нам комментарий, до чего дошел Нью-Йорк. Вот в связи с тем, что переполнены паркинги, и как можно заполучить парковочное место в итоге. Мы дойдем до этого, может, лет через сто, но все равно там будем. Все там будем. Здесь у нас повсеместно по всему городу стоят такие аппараты, называются они «Миттер». Ты можешь припарковаться на нем, если ты найдешь даже на «Миттере» парковку. Потому что с парковкой здесь у нас очень большая проблема. Машины все стоят сантиметр друг от друга. Поэтому никто даже не обижается, что если кто-то поцарапает друг друга. Ты можешь встать на этот «Миттер». Везде, кроме «Манхэттена» с 25 минут стоит 25 центов. То есть один час стоит доллар. «Манхэттена» стоит 2 доллара. Да, есть бесплатная парковка. Смотришь, на улице стоят указатели, можно ли припарковаться. Здесь еще есть такая замечательная штука, как уборка. Если на уборке припаркуешься, то штраф дадут. Мы живем в семью этажке в обычном доме. Вот там есть рядом с домом парковки бесплатные? Бесплатная парковка на улице. Но одна сторона у нас четверг уборка, вторая сторона пятница уборка. То есть любые дни можно ставить. Если же, конечно же, ты найдешь здесь местечко. С местечком здесь очень плохо. У нас есть платная парковка в доме, внутри дома, в сокольном этаже, а также на заднем дворе. Парковка стоит 200 долларов внутри за месяц. На заднем дворе стоит 150 долларов. Но мест нету, потому что очень тяжело туда попасть. Подходишь к управляющему дома, это неизвестно. Сколько это очередь может продлиться? Если будут места, тебя сами поставят сразу же. Если мест не будут, можешь прождать. Я знаю, что вот там на Брайтон-Пич есть огромный жилой комплекс. Там парковка придется по наследству. Я тут с китайцем договорился напротив нашего дома. Я ставлю у него за 150 долларов в месяц. Даша, поясни, кого ты записала? На самом деле, это мой старинный друг. Он сейчас живет в Нью-Йорке, но уже достаточно давно. У них свой автомобиль. И поэтому они напрямую сталкиваются с этими проблемами парковки. Они переехали недавно из частного дома в обычную многоэтажку. И поэтому сейчас вопрос, что называется, стоит ребром. Но на Манхэттене, кстати, цены еще дороже. То есть эти 200 долларов на Манхэттене превращаются в 800. Вот надо сказать, что, кстати говоря, у сети компании «Глобус» много магазинов и много своих парковок, которые вы сами оборудуете, сами их убираете. Там нет ям, ничего такого нет. И мне интересно, мы сейчас о них поговорим, зачем вы все это делаете, потому что есть с чем сравнить. А у вас оставляют жители близлежащих домов на парковке автомобилей? И что тогда, если оставляют, вы с этим делаете? Это законно или нет? Ну, безусловно, оставляют. Вот, по большому счету, мы ничего с этим не делаем. Иногда, когда совсем уже какая-то наглость, можно вызвать эвакуатор, если припаркована машина. Несколько дней стоит, например. Ну да, да, да. Какие правила вообще действуют на этих парковках? Это свободные парковки? Или могут такие висеть значки только для клиентов в магазине? Гипотетически можно их перегораживать, гипотетически можно ночное время их закрывать. Но не видим в этом пока необходимости, по большому счету. Надо просто понимать одну простую вещь. Удобная парковка, достаточная, это конкурентное преимущество. Если предприниматель, будь это сфера услуг, торговля, офисный центр, если он занимается бизнесом, он должен дать возможность своему клиенту, своему покупателю удобно припарковаться в то время, в которое ему нужно. Иначе твой бизнес будет постоянно страдать из-за этого. Но, к сожалению, не все это понимают. При этом надо еще отметить одну вещь. Что касается коммерческой недвижимости, торговых центров, есть ведь стандарты. Да, большинство из них рекомендательные. Но это больше уже от позиции городской администрации. Это именно при застройке. То есть как на жилье есть стандарты по парковочным местам, так и есть стандарты по коммерческой недвижимости. Основной стандарты, если не ошибаюсь, 5-7 машиномест на 100 квадратных метров. Ну, вот, грубо говоря, посчитайте. Возьмите за последние 5-10 лет объекты коммерческой недвижимости, которые появились в городе, соответствуют они этим стандартам или не соответствуют. К сожалению, ни один объект в полной мере не соответствует. Может быть, в два раза меньше. Может быть, какие-то истории на большинство. Или вообще нет. Но большинство в 10 раз меньше. Как вот торговый центр Крым, который стоит прямо напротив глобуса. Ешь к Врым, торгуешься у глобуса, простите. Ну, в данном случае я бы, может быть, выделил даже какие-то другие объекты. Например, тот же, вот мы сегодня говорили про Комсомольскую площадь. То есть парковка на привокзальной площади, это всегда была глобальная проблема города. Ее пытались решить. Плюс сейчас надо понимать, что появляется путепровод. То есть там появляется торговый центр вообще без единого парковочного места. Ну, то есть такие примеры у нас есть. То есть понятно, что это все, ну, не во благо в целом транспортной инфраструктуры города, не на благо. Поэтому обязательно нужно предпринимателю думать о том, где будет покупатель. Причем если у предпринимателя есть желание сделать парковку, он ее сделает. Если он готов потратить свои деньги, он сможет этого добиться. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим, потому что вот проблема, которая возникла этой зимой, мы уже про зимнюю уборку говорили, про снег, который не вывозился с парковок у торговых центров, благодаря чему там количество парковочных мест просто сократилось в разы. У глобуса другая история. Это единственная, в общем, сеть торговая, которая самостоятельно снег вывозила. Об этом говорил здесь Илья Шульгин, приводя вас пример, больше никого не приводил. Насколько это затратно и насколько действительно эффективно содержать самостоятельно, и как долго вы собираетесь это делать, или все-таки вы будете давить власть, чтобы они это делали, поскольку это обязанность муниципалитета, я так понимаю. Вот после перерыва об этом поговорим. Урбан. Программа о городских проектах. Городское парковочное пространство Кирова, что есть, что будет, как надо, обсуждаем сегодня в программе Урбан в студии Павел Шахалеев, учредитель группы компании «Новый дом», студия Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, учредитель компании «Система глобус» Дарита Пузеева, Светлана Занько. И мы говорим о магазинах, торговых центрах. Вот как раз до перерыва заговорили, и Андрей сказал, что если есть желание у бизнеса организовать парковочное пространство, чтобы оно выглядело прилично, чтобы это все функционировало, он это сделает. Да, наверное, раз вы это делаете, то это можно сделать, но насколько это экономически выгодно и полезно, или это просто какая-то такая позиция владельца, например, бизнеса, который не терпит безграмотности в организации пространства эстетически, ему больно на это смотреть, и вообще он хочет, чтобы все было по-человечески. Но насколько это экономически выгодно или затратно? Ну, в зависимости, конечно, от сезона, у нас последние годы были очень снежные, я скажу так, что в нашем случае, ну, мои затраты на уборку снега ежегодно в месяц более двух, от двух до трех миллионов примерно в среднем. Это на вывоз снега конкретно с тех площадок, которые мы обслуживаем. Ну, а как по-другому с другой стороны? Пока мы ждем кого-то, мы теряем покупателя, то есть создается, ну, скажем так, ну, конфликт, не конфликт, ну, покупатель может к тебе больше не вернуться, это нормально на самом деле. Это просто вопрос репутации. Обслуживать те парковки, которые обслуживают, дают возможность привлекать тебе покупателей. Ну, это вы говорите, что нормально, а вот мы сразу посмотрим на крупнейший торговый центр в Кирове, например, Джеммол. Мало того, что там асфальтовое покрытие в совершенно непотребном состоянии, огромные ямы, и ничего с ними не делают абсолютно, зимой там лежали гигантские просто горы снега, гигантские. Его никто не вывозил, этот снег вот из этих гор, может быть, там частично куда-то двигалось, но не вывозили. Это большой управляемый, там, не знаю, не кировской, наверное, компанией торговый центр. Ну, это как раз и объяснимо, что собственник, возможно, не видит этого просто. Мы находимся здесь, мы постоянно это видим, понятно, что мы этим занимаемся. А собственник, который может находиться там в другом городе, в другой стране, ну, там есть определенное бюджетное обслуживание этого объекта, да, а все, что сверху, а все, что сверху этого бюджета, ну, может быть, не заложено. Поэтому, ну, управляющая компания, которая находится здесь, в Киеве, возможно, просто не имеет инструментов для уборки. Может быть, она и хотела бы убрать, хотела бы вложиться, но не имеет этих инструментов. Это вопрос организации. Или по отчетам все хорошо. На фотографии красивая парковка, убранный снег. Светлана, это вопрос желания и организации системы. А может ли город каким-то образом повлиять на владельцев и управляющих торговых центров и магазинов? Или все-таки тут только личный фактор вот самого владельца управления? При желании может. Город может повлиять? Ну, конечно. Есть правила благоустройства, есть штрафные санкции достаточно серьезные. При желании может. Хотя вот самое интересное, что непонятно, наоборот, у федеральных компаний существует какая-то система стандартов. То есть, я думаю, во всех там областях, чтобы, наоборот, эффективно управлять. Ну, например, я лично говоря, в Казани, там, у этой же сети, грубо говоря, не видел ни на одной парковке, там, не убранный снег или еще что-то. То есть, я думаю, все равно здесь это вопрос администрирования на местах и желание грамотно и качественно этот процесс организовывать на месте. Да, кстати, то есть, в Казани одна ситуация у такого же торгового центра, а в Кирове она абсолютно другая. Мы сейчас подключили по телефону Константина Сичихина, руководителя рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог. Парковки тоже входят в сферу интересов рабочей группы. Константин, добрый день. Добрый день. Костя, я не знаю, ты нас слушал в течение этого часа или нет? Скажи, пожалуйста. Ну, слушал в течение второй часа. Да, отметь, пожалуйста, наиболее важные моменты, которые ты услышал, и, может быть, твое собственное мнение по поводу парковок. Неважно, выбери любую тему – жилые кварталы, торговые центры или общая дорожная сеть. Ну, одна из тематик – это жилые кварталы на сегодняшний день, да? Проблема с жилыми кварталами, особенно, это не новый квартал, это хрущевки. В том ракурсе, в котором они есть, так как территории раньше не предусматривались по парковочным местам. Сколько машинам мест должно быть? Так, да-да-да, я думал, ты сразу скажешь рецепт, что с этим делать? Нет, я просто плохо, да, а что делать? Надо просто дать свободу людям, дать свободу гражданам. Вырубить все деревья, закатать все в щебель и поставить машины? Ну, почему вырубить деревья? Просто уменьшить территорию газонов, уменьшить территорию земли. Деревья можно оставить, их можно грамотно облагородить. Это одно из решений данной проблемы. А вторая проблема – это уменьшить территорию газонов между тротуарами и уличной дорожной сети. Я не говорю про вырубку деревьев в данной ситуации, я говорю про уменьшение газонных именно территорий, потому что от нее большого толку нет, ну, только одна грязь на уличной дорожной сети на сегодняшний день, с учетом того, что у нас нехват, ну, не работает ливневая канализация. Вот сейчас бы тебе Анатолий Курбатов имел что ответить. Я вместо Анатолия Курбатова потом скажу. Пожалуйста, Дарита Пузлеева в ответку. Нет, сейчас говори, пока. Я, на самом деле, наконец-то нашла то, о чем я много раз говорила. Есть, существует фундаментальный закон дорожных заторов. Он был открыт американским экономистом Энтони Даунсоном еще в 1962 году. И он был доказан ни раз, ни два, ни сто, ни двести на примере разных городов. И он звучит очень просто. Чем шире дорога, тем больше машин. Вы не попали в пробку, вы и есть пробка. И то есть расширением дорог проблему не решит. И тем более убиранием газонов. Их просто нужно привести в нормативное состояние. Вот тут история такая, Костя, ты же тоже бываешь в городах и в Москве сейчас, да, где расширяет не дорогу, а расширяет тротуар. При этом образуется и парковочное пространство. Ты видишь, как устроены европейские города, где узкие дороги, но там есть и проезд для машины, и проход для пешехода, и еще для велосипедиста. И газоны, которые, как ты говоришь, там, несут какой-то функционал и загрязняют дороги. И газоны тоже наличествуют. Вот Толя Бакурбатов тебе сказал, что не деревья, а газоны в городе отвечают за воздух, экологию, фильтрацию. Вот как учесть эти факторы и все интересы? Ведь не только автомобилисты в городе, понимаешь? Вот сейчас наши люди голосуют и говорят автомобили. Но все города мира говорят, что на первом месте пешеход, велосипед, потом общественный транспорт. В Москве пока другая ситуация. Мы понимаем, что сразу это невозможно. Там общественный транспорт, велосипед, пешеход, а потом уже только автомобили. А мы все равно все еще говорим только об автомобилях. То есть даже вы с дворами сразу предлагаете расширить место для машин? Нет. Ну давайте по другому маленькому ситуацию посмотрим. На сегодняшний день та инфраструктура, которая создана в городе, она просто-напросто не даст нам расширяться, как вы предлагаете. С увеличением велосипедных дорожек, с увеличением на сегодняшний день линии для общественного транспорта. Это все равно будет приводить к уменьшению газонов. Почему непонятно? Почему непонятно не может? То есть расширить дорогу, чтобы запустить туда побольше машин? Или пересмотреть систему движения в городе, чтобы потоки распределились и правила соблюдались? И расширить наоборот тротуары для пешеходов? Мы с вами сейчас обсуждали с парковочными местами. Да, точно. И как бы для насчет для снижения парковочных мест надо увеличивать место. Ну, составляющее место. Либо снести старые хрущевки, сделать программу ренации, как делаешь в Крюкве. И увеличивать таким образом проезд для общественного транспорта, велосипедных дорожек. Но никто не таких выделит. Вы сами это тоже должны понимать. И в данной ситуации остается только решать проблему тем способом, который самый простой. А самый простой способ на сегодняшний момент, я вижу, это уменьшение газонов, увеличение площадок для стоянок автомобилей. Спасибо, спасибо. Константин Сичихин был с нами на связи. Вот Андрей Березин кивает головой. Согласны? Я согласен с тем, что любые изменения требуют определенного резерва. Тот резерв, который есть в городе, это да. Но я бы не стал называть это газоны. То есть давайте будем откровенны. 90-95% этого пространства, я, может быть, что-то крамольное сейчас скажу, это кусок грязи между тротуаром и дорогой. Ведь этот кусок грязи можно превратить. Пусть Андрей скажет время мало. Мы отдельно возьмем газоны. Мы давно собирались. Я много где жил и много где был в Германии, все газоны идут после тротуара. Там нет практически, ну в тех годах, где я был, газонов между дорогой и тротуаром. Это место отдано этим же велодорожкам. Каким образом мы можем эту инфраструктуру по велосипедам выстроить в городе, не используя это пространство? Никаким. Каким образом мы можем на главных ключевых улицах дополнительные парковочные карманы сделать? Никаким. Мы говорим о том, чтобы привезти газоны в надлежащее состояние. Вы представляете, какой это бюджет для того, чтобы в городе Кирове, мы говорим про город Киров, мы говорим не про Нью-Йорк, не про Казань и так далее, где, наверное, 99% этого пространства никем не обслуживается вообще. Это первая проблема. Вторая проблема. Дождь, снег, это грязь, она попадает на тротуары, она попадает на дорогу. Это разрушает дорожное полотно. По поводу ширины тротуаров. У нас нет в городе проблемы в большинстве случаев с шириной тротуаров. У нас есть проблема с тем, как эти тротуары отремонтированы. Есть ли там пространство для инвалидов, для колясок, пандусы и так далее и тому подобное. По ширине, лично мое мнение, такой проблемы не существует. Единственный резерв для того, чтобы как-то менять эту инфраструктуру, расширить дороги, увеличить количество парковочных карманов, сделать велодорожки, привести это все в порядок, убрать грязь, что повлечет за собой того, что эта же дорога будет служить дольше, потому что вода не будет на нее попадать, но и меньше будет разрушаться. Это, к сожалению, как мы говорим, газоны. Но это не газоны. Надо воспринимать их такими, какие они есть. Это кусок грязи между дорогой и тротуаром. Все газонные пространства должны быть между тротуаром и домами. И вот эту территорию надо действительно развивать. Все, у нас остается полминуты до завершения. Мы должны дать ответить, а потом даже как-нибудь в следующий раз сделать персональную программу, где сами всем ответим. Пожалуйста, Павел. Я считаю, здесь как раз продолжу тему единых стандартов. Мы должны прийти к тому, что разработать единые стандарты, что касаемо как организовать стоянки внутри этих хрущевок старых. То есть, соответственно, жители должны понимать, по каким стандартам они имеют право свою территорию осваивать. Они лишь бы все засыпали щебную. То есть, соответственно, должны осуществляться работы по этим стандартам и контроль вот этих проведенных работ. Тогда мы получим, по крайней мере, решение вопроса именно парковки у старых домов. Что касаемо новых домов, безусловно, сейчас нормы двигаются к тому, чтобы мы все-таки вышли на то, чтобы у нас в Кирове уже было машинное место на квартиру. Это обеспечит парковкой бесплатной всех необходимых, если она не подземная. А что касаемо тротуаров, о чем сейчас говорил Андрей, безусловно, то есть мы должны решать вопросы иным путем, соответственно, жертвовать тем, что у нас сейчас, чего в принципе нет, это газонов и делать ливневки. Тогда, в принципе, у нас качество полотна сохранится. По крайней мере, сейчас идет ремонт тротуара в центральной части. И дорожную часть мы сможем максимально использовать и вывозить снег зиму. Мы не можем, наше сердце с Дашей, общее одно на двоих, в данном случае, обливается кровью вообще всеми газонами пожертвовать. Безусловно, нет, где-то коммуникации проложены. Просто, ладно, жертвуем, но чтобы распределение было не 9 в сторону машин, а 1 в сторону пешеходов и велосипедистов. Давайте пожертвовать там их нет, где по факту их нет, потому что хуже уже не будет. Мы должны сделать только лучше. Да, спасибо, спасибо вам за конструктивную дискуссию. Завершается программа «Урбан». У нас в студии были Павел Шахалеев и Андрей Березин, Дарья Позлеева и Светлана Занько. Прощаемся с вами через две недели с новой темой городских проектов здесь, в студии «Урбан». Урбан. Программа о городских проектах.